В отличие от других операционных систем, программ для Linux не нужно искать по различным сайтам в интернете. Все программы собраны в репозитарии, специальные хранилища программ, и доступны с помощью встроенного менеджера пакетов. А их актуальность проверяется с помощью менеджера обновлений. Запуск менеджера пакетов синаптик. Выберите из меню «Система» раздел «Администрирование», пункт «Менеджер пакетов синаптик». Введите пароль, заданный при установке системы, и нажмите Enter. Слева выбирается категория программ. Для поиска нужной программы введите в поле поиска искомые значения. Для установки программы щелкните двойным щелчком мыши по ее названию. Нажмите кнопку «Применить», чтобы пометить программу для установки. Для начала установки нажмите «Применить» и «Применить». Дождитесь загрузки и установки выбранной программы. Совет. Рекомендуется скачивать и устанавливать программы только через менеджер пакетов синаптик с официальных репозитариев. Скачивать с непроверенных репозитариев и сайтов не рекомендуется из соображений безопасности. Если вы будете следовать этому совету, то никакая вредоносная программа не сможет проникнуть в операционную систему вашего персонального компьютера и производить там деструктивные действия. Субтитры создавал DimaTorzok Программа успешно установлена. Далее очертим круг задач, которые пользователь может решать с помощью компьютера и установленных на нем программах. Первое серфинг в интернете. Получение электронной почты, общение посредством Skype и ICQ, используемые программы Mozilla Firefox, почтовый клиент Evolution, Skype и Empathy. Данные программы по умолчанию имеются в дистрибутиве Ubuntu, а программу Skype придется скачивать отдельно. Второе просмотр фильмов и прослушивание музыки, используемая программа VideoProигрыватель Totem. Третье – редактирование фотографий, запись звука, видеомонтаж, двухмерная анимация, трехмерная анимация и конвертирование видео. Используемые программы GIMP, Audacity, KDE NLive, Synfig, Blender и FFmpeg. Четвертое – скачивание с файлообменной сети, используемая программа BitTorrent Client Transmission. Пятое – работа с документами, презентациями и табличными вычислениями. Используемый пакет программ OpenOffice.org. Шестое – игры. Для запуска трехмерных игр, вам обязательно нужно произвести установку драйвера видеокарты NVIDIA или AT. Стандартные программы. Запуск стандартных программ осуществляется из меню приложения «Раздел Стандартные». Первое – калькулятор. Предназначен для простейших арифметических вычислений – сложения, учитания, умножения, деления. И для научных расчетов – синус, косинус, логарифм, возведение в квадрат, перевод из одной системы счисления в другую и т.д. Вводить числа и арифметические операции можно при помощи клавиатуры или мыши. Переключение из обычного режима вычисления в расширенный, научный, выполняется из меню «Вид». Второе – снимок экрана. Чтобы сохранить то, что мы видим на экране в графический файл, нужно воспользоваться данной программой. При помощи переключателей укажите программе, какую область экрана вы хотите сохранить. Укажите время задержки и нажмите кнопку «Сделать снимок экрана». Введите название снимка и его месторасположения, после чего нажмите кнопку «Сохранить». Третье – таблица символов. Если вы хотите добавить символ, который отсутствует на клавиатуре, вы можете прибегнуть к помощи данной программы. Из списка выберите необходимый алфавит, а затем щелкните по символу двойным щелчком мыши. Нажмите кнопку «Копировать» для копирования символов буфера обмена. Четвертое – текстовый редактор. Предназначен для простейшего редактирования текстовых файлов. Для вставки только что скопированного символа щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт «Вставить». Пятое – терминал. Продолжение следует… Продолжение следует… Продолжение следует...